Так, запишу видео, как это вообще реверсится. Короче, в предыдущем видео загрузил распакованный Герой 3. Теперь покажу, как дальше происходит, как дальше можно начать, потому что это прикольно. Итак, запускаю герои. Чтобы было весело и прикольно, я, например, делаю так. Запускаю игрушку. Вот наша любимая игрушка. Итак, вот у нас есть деньги. 20800 золота. Давай найдем. Запускаем чит-энджин. Открываем процесс героев. Пошел. Нет, не хочу. Я там даже находил, просто покажу с нуля, как это делается. Итак, вот у нас есть деньги. 2800. Делаем first scan. Находим кучу мест. 20800. Так, наша задача изменить количество денег. Берем, подберем, скажем, монетку. Получается 21500. Вот она. Единственная, которая осталась. Напишем здесь 21500. Next come. Остался только он. Его копируем. Итак, вот наши деньги. 50 тысяч монет. Так. Да. Когда мы в следующий раз подобрали, 50700 уже стало. Все правильно. Это оно. Так. Но. Если мы сейчас игру перезагрузим, этот адрес поменяется. То есть этот адрес одноразовый и актуален только для этой сессии. Нам нужно найти постоянный адрес. Для этого есть pointer scan. То есть такой вот фичер классный. Итак, воспользуемся им. Значит так, будем искать pointer на этот адрес. Так, я сменяю в другом окне. Короче, он будет искать вот этот адрес. Будет искать, что на этот адрес указывает. с максимальной глубиной 5. Стандарт настройки. Жмем ok. Так. Он спрашивает, куда сохранить результаты. Назову под названием 1. Да. Перезаписать. И вот он пошел сканить. Сканирует, сканирует, сканирует. Анализирует. Сейчас покажет таблицу. Вот. Вот мы получили таблицу. Это все адреса, которые указывают на него. Так. Теперь наша задача, чтобы этот адрес сделать так, чтобы этот адрес поменялся. Значит, как я это делаю? Я закрою. Выйду в меню. Пока он здесь тоже самое. Интересно. Начну новую игру, скажем. Начать новую игру. Сейчас тут 20 тысяч денег. А тут у нас... Нет, не поможет. Адрес остался. Значит, надо полностью изыгрывать. Ну, типа, зависит от игры. Одни игры, там, первые за сессию делают, другие на инициализацию. Это игра старая, она делает на инициализацию. То есть, один раз. Итак, выйти из игры. Полностью. Запустим ее заново. Так. Начнем новую игру. Так. 20800 монет. Так. Откроем здесь новый процесс. Потому что мы перезапустили. Здесь процесс новый. Открываем. Да. Оставляем адреса. И оба на такого адреса больше не существует. Он уже не валидный. Ну, собственно, для этого мы это и делали. Итак. Вот у нас второе окошечко с pointer-scan. Значит так. Сейчас у нас там 20800. Значит, что мы делаем. Вот у нас результаты с прошлого сканирования. Мы жмем pointer-scan и говорим rescan memory. И у нас две опции. Либо мы сюда вписываем адрес, который мы заново нашли. То есть, мы можем еще раз найти адрес. Либо просто по value будем искать. В нашем случае это 4 байта. Value 20800. То есть, он сейчас пройдет по всем этим адресам. Увидит, какой из них остался валидный. И по значению мы уже посмотрим. 20800 найдет. Так. Это уже номер 2. Иногда нужно больше, чем там один-два раза. И вот у нас, пожалуйста, есть несколько pointer-scan. Прям сразу. Значит, а какие pointer-scan интересуют? Pointer-scan интересуют те, которые байс-адрес идут от самого экзешника. Иногда там типа от DL, но от DL какой-то конкретно этого экзешника. То есть, имеется в виду, что такое коровое. Это во-первых. Во-вторых, с минимальным количеством вложений. То есть, здесь вот, например, вот этот вот. То есть, это pointer на pointer. То есть, два вложения. Pointer, который идет на pointer, который идет на pointer. А вот это, например, просто. Вот по этому адресу и со сдвигом IC. Вот уже будет то, что нам нужно. Так. Как это быстро находить? Здесь сейчас хорошо, сейчас мало результатов. А здесь иногда бывает миллион этих результатов. Короче говоря, сортируем просто банально по филду. Он тогда показывает сверху пустые. То есть, те, которых нет. Уменьшаем этих. Отлично. Уменьшаем этих. Отлично. Уменьшаем этих. Ну, эти уже не помогло. Значит, вот он у нас. Вот этот адрес у нас самый-самый-самый верхний. В верхнего порядка. Итак, вот мы нашли pointer. Теперь, этот pointer нам будет просто мега полезен. Чем он будет полезен? Как это выглядит? Значит, он говорит, что этот pointer находится по началу этого экзешника со сдвигом вот таким вот. Вот это его сдвиг от начала экзешника. Идем в hydra. То, что мы нашли, то, что искали. Идем в hydra. Итак, нажмем go. Так, секунду. Начало экзешника. Где у нас начало экзешника? Начало экзешника у нас по 9f. Вот он. Значит, жмем go. Говорим, что 9f 3.0 плюс вот этот сдвиг. И оба-на. Где мы оказались? А мы оказались вот здесь вот. Так вот, вот эта дата и есть структура, собственно. Вот эта вот структура. Поинтер на структуру, в которой по сдвигу AC будет находиться золото. И это восхитительно. Потому что мы теперь можем сделать следующее. Так, создадим новую папочку. Новая категория. Называется что-то с underscore. Например, underscore, не знаю, my. Чтобы он оказался сверху списка, чтобы потом не искать его. Здесь делаем новую структуру. Структуру назовем, а хрен знает что такое, наверное, гейм какой-нибудь, да? Ну, раз в него внутри золота. Ресурсис, может быть. Назовем его ресурсис. Допустим, ресурс. Теперь. Размер структуры мы пока не знаем, но предположим, что там, не знаю, пусть бы 500 байт. 512 байт, скажем, к примеру. Это нас устроит. Но то, что мы да, знаем. Мы знаем, что... Кстати, здесь надо в HEX перевести, чтобы он был в HEX. Ну, в 16-ричном виде. Мы знаем, что по сдвигу AC. AC, 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 AC. Вот AC. Находится интеджер. Теперь проверю себя. Да, вот он. AC. Четырехбайтовый интеджер. Содвиг. Отлично. Значит, по AC находится не undefined, а интеджер, который называется gold. В принципе, это уже достаточно. Жмем save. Теперь. Вот у нас этот dat, который мы нашли. Нажмем T, чтобы изменить его тип. И говорим, что это у нас структура resources. Resources. Вот resources. Это по интернет структуру. Жмем ok. А вот теперь магия. Потому что, раз у нас есть структура, мы можем сделать так. Find uses of field. То есть, что мы видим здесь. Мы видим, что структуру используют 332 функции. Но. Если мы сделаем здесь find uses of field. Мы можем здесь сказать, что поищи все, что использует field, который называется gold. Нажмем ok. И это просто кайф. Потому что за несколько минут мы нашли все, что там нужно. Пожалуйста. Вот функция. Это явная покупка чего-то. То есть, он берет gold, который есть. Отнимает от него около 18. Это цена с чего-то. То есть, вот у нас все эти сабы, сабы, сабы. То есть, покупка всякой херни. То есть, таким образом мы моментально смогли найти функции, которые работают с gold. Добавляют, уменьшают и прочее. Ну, короче. Вот. По-моему, это супер круто. Мне нравится.